Овны, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер. Вы на моем канале. Для вас снимаю еженедельную рубрику Таро Прогноз на неделю. Смотрим с вами период с 23 по 30 октября 2022 года. Сегодня в работе мы будем использовать Таро Хиртис, а также Оракул Симбалон. Работаем всегда по стандартной схеме. Очень часто вы меня просили выкладывать только позитив. Ребят, ну как вам донести? Моя задача не направить, не нациклить вас на негатив. Если бы все в жизни было исключительно положительно, не было смысла вообще бы раскладывать карты. Поэтому я всегда действую по принципу предупрежден, значит вооружен. Вся наша жизнь состоит из черного и из белого. Без одного не будет и другого. Поэтому важно принимать информацию, знать как с ней работать, как использовать ее себе в облаго. Итак, позитив, негатив и совет от карт. Что у вас здесь? Слушайте, ну у вас очень хорошие карты. Обратите внимание, у вас двойка чаш, туз жезлов и папеса, она же жрица. Карты, которые говорят о новых тайных союзах, может быть тайных соглашениях, деловых договорах, контрактах или новом увлечении. Причем увлечение не обязательно может быть именно личного плана, хотя безусловно двойка чаш у нас предполагает ситуацию. Развитие по личной жизни, новым знакомствам. Но это может быть новое сотрудничество или кооперация, которая вас воодушевит, вдохновит, но которую вы захотите скрывать. Ну например, если смотреть по картам, допустим, кто-то может с чьей-то подачей, у вас появится новый запал энергии, например, заниматься эзотерикой. Ну как правило, по жрице так чаще всего идет. Либо вы просто хотите открыть какая-то вот новая кооперация, сотрудничество, новый проект, но пока не будете желать об этом кому-то рассказывать. Но конечно же на повестке дня это новые отношения, новые чувства, новое увлечение, которые вас безусловно воодушевят. Давайте смотреть с точки зрения личной жизни ситуацию для тех, кто у нас свободен. Для тех, кто у нас свободен, смотрите, у вас здесь ложится четверка Пентакли, ситуация остается неизменной. Сейчас объясню почему. Потому что если смотреть по картам, вы храните в душе увлечение, либо эмоциональную перевязанность к кому-то. То есть на новые отношения вы будете не согласны. Здесь больше речь идет о том, что по отношению к вам кто-то может проявляться, это правда. Но видите, ваше сердце здесь закрыто на замок. Очень сложно к нему будут подобрать ключ. И если вы у нас в любовных треугольниках, то по рыцарю мечей это может быть конфликтно. Сейчас объясню почему. Это желание может быть, знаете, как рубить с плеча, либо действовать с горяча. По какой причине? Когда вы прочувствовали, поняли, осознали, что допустим вас не ценят. И у вас на повестке дня больше, чем это сопоставить и сравнить. Потому что действительно у вас здесь может идти новое увлечение. То у кого-то возникнет потребность уйти в новые связи. Если же вы в стабильных отношениях, то здесь могу сказать однозначно, это как сложная работа над самим собой, самой собой, над союзом, над тем, чтобы отношения развивать. Вдохнуть в них какую-то новую, знаете, как искру, новую жилку. Потому что здесь это желание внести в отношения страсть. Может быть, знаете, в прямом смысле слова у кого-то с элементами игры. То есть пытаться вносить какие-то ролевые игры. Или для кого-то это пытаться вызывать ревность, чтобы пробудить интерес партнера или партнерши. Но здесь вы действительно будете работать над страстью, над чувственной стороной ваших взаимоотношений. То есть пытаться эти отношения скреплять. Если же смотреть эти арканы с точки зрения работы и заработка, и вы здесь не работаете, то здесь по этим арканам проявится ситуация увлечения какими-либо эзотерическими направлениями. Причем с чьей-то подачей. И вы действительно захотите в это углубиться с целью впоследствии это знание использовать себе во благо. То есть на них зарабатывать. Кстати, это может быть не только вопрос эзотерики. У нас жрецы отвечают в принципе за работу в каких-либо закрытых тайных организациях, либо в сфере медицины, в том числе и в косметологии. То есть, например, вы можете увлечься с чьей-то подачи, как следствие, знаете, какими-то новыми горизонтами и пойти получать для себя дополнительное образование, которое вам поспособствует в реализации выбранных вами направлений. Если вы у нас ищете работу, то есть у вас есть и время, и ресурсы, то здесь, к сожалению, как показывает Аркан, пока перспектив нет. Здесь только разрабатывать план, искать себя, но, как видите, трудоустройством пока не пахнет. Если же вы у нас наемный сотрудник, то здесь для вас стабильность. Я не могу сказать, что прям уверенное процветание, но здесь без каких-либо серьезных изменений. Могу сказать, что у вас, поскольку у нас четверка жезлов, не только карта стабильной работы, но и карта создания семьи у кого-то, совместить приятное с полезным. То есть кто-то на работе может для себя найти вторую половину. Единственное, что изначально эти отношения вы не будете афишировать. Если же у вас свой собственный бизнес, то здесь вопросы конкуренции, активной работы, то есть обладать какими-то навыками или знаниями, что-то новое, привнести в свой бизнес свою идею, для того, чтобы оно быть лучше всех. Потому что здесь вы с кем-то кооперируетесь для этого, для того, чтобы вдохнуть жизнь в ваше детище. С точки зрения состояния здоровья, оно на самом деле у нас прекрасное, но пожрится. Как вы знаете, это периодическое проявление, может быть, какой-то симптоматики хронической, на которую вы не обращали внимания. Или, допустим, вам поставили один диагноз, он оказался неверным, вам озвучили другой. То есть это как пересдача чек-листа, анализов. То есть дополнительная диагностика, чтобы выявить первопричины каких-либо недомоганий. Если мы будем смотреть с вами вопросы негатива. Секундочку. Итак, что мы здесь видим по нашим арканам? Карты, которые говорят о ситуации напряженной взаимоотношений в коллективе или в семье. Это, знаете, как отстаивать свои позиции. Это, знаете, как в чем-то принимать какие-то ограничения ради защиты семьи. Или, допустим, ради зоны комфорта вашей семьи. Потому что здесь, ну, я не могу сказать, что это жертвовать собой. Вот как видите, здесь у вас ложится восьмерка мечей. Ограничения. Ограничения в плане чего? Может быть, свободного времени ради семьи. У кого-то по этим картам это может быть ограничение в плане каких-то хобби. Потому что, видите, по девятке жезлов это как несколько отложить это на потом. Не могу сказать, что от этого отказаться. Но тут не будет хватать у вас времени ни на что. Еще по этим картам. Это, в принципе, заботиться о защите своей семьи всецело. Ну, для кого-то это может быть как установка дополнительных систем охраны, сигнализации. То есть у каждого свое. У кого-то, если вы вдруг находитесь в зоне боевых действий. Ну, несложно даже сказать, что у вас здесь может быть. Ну, если смотреть по этим арканам, у вас здесь семерка жезлов. Это все-таки усилить. Может быть, место там, где вы находитесь, каким-то образом укрепить. Хотя, насколько это будет актуально, не совсем понимаю. Но факт остается фактом. Если смотреть у вас по совету, по рекомендации. Здесь у нас ложится балет жезлов. Или он же аркан, который указывает на любопытство. На ситуацию, когда вы себя проявляетесь. Вот видите, здесь Хиртис у нас делает опыты. Вот пробирки. И, соответственно, он проявляет свое любопытство. К чему это может привести. То есть, аркан говорит о том, что если вы чем-то увлекаетесь, действуйте. Но помните, за любое любопытство вам придется платить. В хорошем или в переносном, или в плохом смысле этого слова. Потому что, если это любопытство в плане реализации себя, какой-то деятельности, это одно. Если это любопытство попробовать совместить приятность с полезным личную жизнь и карьеру, тоже может быть положительный результат. Но не факт. Поэтому, знаете, здесь в первую очередь, как указание, прощупайте почву. Проверьте, стоит ли вам в это погружаться. И сейчас мы с вами посмотрим неожиданность этого периода. Что у вас здесь? Ой, у вас здесь падает шикарный аркан. Аркан, который говорит о защите, о проведении, о поддержке и обретении новых возможностей, новых сил и новых ресурсов. Потому что вам достается аркан «Добрый пастырь». Как вы видите, здесь пастырь держит ягненка. Ну, своего рода, знаете, как маленького ребенка. Либо, в принципе, любой человек, который может нуждаться в вашей заботе. И вот здесь, знаете, как мудрец использует все свои возможности, как материальные, так и нематериальные, для того, чтобы помочь другим людям. Поэтому здесь акцент по этому аркану – это пришло время отдавать, помогать, делиться. Потому что вы будете получать взамен, почувствовать свою причастность к окружающему миру. Ну и, в принципе, здесь не только забота о людях, своем деле, окружающей среде. Это обо всем, что зависит от вас, требует вашего внимания. Потому что здесь, ну, это как процесс опеки, процесс достижения. И, опять же, такую опеку кто-то может вам оказывать в поисках, ну, не могу называть новых идеалов, если смотреть по этим арканам с целью достичь чего-то. То есть идет какая-то поддержка. Потому что здесь это, если брать партнерство, союз и отношения, это в чем-то снисходительность, это покровительство, это патронаж. Здесь, ну, поймите, вас не видят нуждающегося. Вам эту поддержку будет оказывать действительно искренне и от души. Поэтому в плане совета и рекомендаций по этому аркану, и в плане как неожиданного периода, то есть каких-то событий, которые у вас здесь будут проявляться в течение этих семи дней. Это люди, это дела, о которых вы должны позаботиться, взять на себя часть ответственности, отвечать за свои действия и поступки. И опять же, если вы будете нуждаться в чьей-то помощи и поддержке, то не стесняться запрашивать ее, потому что сейчас она вам будет необходима. Вот таким у вас вышел расклад. Надеюсь, что все-таки информация вам будет во благо. Традиционным образом мы все арканы, весь событийный ряд для вас корректируем позитивом, чтобы отыгралось только в положительном ключе. От вас прошу обязательно по прошествии периода написать, как отыгрался у вас расклад, либо, возможно, не отыгрался. Часто вы пишете, что расклады для вас там созвучные или не созвучные, поэтому перепроверяйте, смотрите еще по асценденту. Я же вас благодарю за внимание. С вами не прощаюсь. До новых встреч.